Активатика Активатика Здравствуйте! Сегодня с вами очередной выпуск Активатики. И сегодня мы поговорим про расследование, которое сделала команда Активатики по нашумевшему проекту трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Когда 11 лет назад я только еще начинала защищать любимый и дорогой мой Химкинский лес от проекта трассы Москва-Санкт-Петербург, которая должна была пройти посередине этого леса и уничтожить его целиком, потому что предполагалось и трассу построить, и с двух сторон еще и транспортную инфраструктуру налепить. То, вы знаете, я была просто поражена с каким маниакальным упорством власти всех мастей сопротивлялись тому, чтобы как-то поменять этот проект. Для меня это было по-настоящему дико, потому что я понимала, что проект трассы Москва-Санкт-Петербург, он противоречит российскому законодательству, федеральному закону, лесному кодексу, земельному кодексу. И мне было искренне непонятно, ну почему же власти так упорно пытаются нарушить российское законодательство И самое главное, используют в своих методах самое настоящее насилие. Например, они разгоняют самые обычные, самые мирные митинги экологов, или они пытаются пойти дальше, заводят уголовные дела, или пытаются лишить родительских прав активистов, или начинают проламывать головы экологам, которые организовали лагерь защитников Химкенского леса, ломают людям челюсти, ребра, пальцы, и доходят до того, что уже нанимают для избиения людей не только бандитов, не только полицейские в этом участвуют, но нанимают самых настоящих нацистов. Но самый вопиющий, конечно, случай был с Михаилом Бикетовым, журналистом, который издавал газету «Химкенская правда», который систематически писал о том, что за трассой Москва-Санкт-Петербург, который идет через Химкенский лес, стоит коррупция. Михаила избили так, что он оказался в реанимации. Я помню, как я пришла к нему, его выписали из реанимации, и у меня был самый настоящий шок. Я увидела своего товарища в прошлом, двухметрового красавца-спортсмена, у которого врачи вынуждены были ампутировать треть головы, пальцы на правой руке и половину ноги. И я поняла, что вот эта сила, которая способна на такое, которая способна изувечить человека таким образом, она на самом деле не остановится совершенно ни перед чем. И долгие годы меня волновал вопрос, ну что же движет российскими властями, которые готовы буквально на все, чтобы вот только протащить этот проект трассы Москва-Санкт-Петербург. И сейчас, после расследования команды Активатики по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург, я могу четко сказать, что ответ очень простой. Российскими властями движет только одно желание – получение денег. Я поделюсь с вами некоторыми фактами из нашего расследования. Ну, факт номер один. Изначально проект трассы Москва-Санкт-Петербург задумывался как очень современный и действительно модерновый проект государственного частного партнерства. Что это значит? По всему миру сейчас реализуются такие проекты. Это когда бизнес дает деньги на реализацию какого-то общественного значенного проекта, и государство от этого только выиграет, потому что государство не тратит свои деньги, государство на деньги бизнеса строит этот проект и после этого получает налоги с использования объекта. А следовательно, бизнес имеет право на получение прибыли. Схема очень эффективная, и Владимир Владимирович Путин в свое время назвал, что Химкинский проект трассы является ярким примером эффективного государственного частного партнерства в авиадорожном комплексе страны и взаимовыгодного сотрудничества с нашими французскими коллегами. Но по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург все пошло не так, как предполагалось, потому что в результате консессионная компания, тот самый бизнес, который должен был дать денег на проект, а это компания СЗКК, которая была создана французским концерном Ванси и какими-то загадочными офшорными компаниями, доля которых сейчас перешла Мостатросту. Так, в общем, вот эта компания СЗКК, она вложила в проект всего 10% от всех инвестиций. Это самая маленькая в истории человечества концессия. То есть получилось, что консессионер совершенно не выполнил своих обещаний. Он должен был привлечь инвестиции в проект и не справился с этой задачей. Но вот что удивительно, компания СЗКК, консессионер проекта трассы Москва-Санкт-Петербург, почему-то не вылетела из проекта, а благополучно в нем осталась. И деньги на проект российское государство нашло. Угадайте, у кого? Никогда не догадаетесь. У российских пенсионеров. Вот представьте себе, что не спросив российских пенсионеров, просто использовали их пенсии, и из пенсионного фонда были оплачены облигации СЗКК. И пенсионеров об этом, естественно, в известность не поставили. То есть получается, что крупнейший французский концерн Ванси в достаточном количестве денег на проект трассы не находят. Но они при этом почему-то находятся у щедрых российских пенсионеров. Видите, какая интересная система. При этом тогдашний директор внешэкономбанка Александр Попов назвал такую схему грабительского отъема российских пенсий идеальным вариантом. Факт номер два. Расследование команды Активатики выявило, что зарплаты топ-менеджеров в консенсионной компании СЗКК составляют 1 миллион 643 тысячи рублей. Если мы сравним зарплаты топ-менеджеров консенсионной компании СЗКК с пенсиями наших щедрых пенсионеров, которые оплатили, эта зарплата топ-менеджеров СЗКК в 120 раз выше, чем средняя пенсия тех самых пенсионеров, несчастных, которых ограбили и у которых отняли пенсии на строительство платной, на минуточку, трассы Москва-Санкт-Петербург. Ну а если мы возьмем среднюю зарплату по России, ну она по данным Роскомстата составляет 36 тысяч рублей, то окажется, что зарплаты менеджеров СЗКК, они в 45 раз выше, чем средняя зарплата по стране. Факт номер три. Ну может быть менеджеры консенсионной компании СЗКК настолько эффективны, что они как честные консенсионеры выплачивают полагающиеся дибиденты Российской Федерации, выплачивают налоги в бюджет Российской Федерации, как они должны вообще-то делать по консенсионному соглашению. Но расследователи команды Активатики проверили бухгалтерскую отчетность СЗКК и выяснили, что оказывается, никаких отчислений по консенсионному соглашению консенсионер не делал. И более того, не выплачивались НДС, не выплачивался налог на прибыль. И при этом, представьте себе, они имели наглость потребовать от Российской Федерации выплаты 4,798 миллиардов рублей за так называемый ущерб, за то, что проект был приостановлен. А почему он был приостановлен? А приостановлен был он из-за народных протестов, потому что люди протестовали против того, что Химкинский лес совершенно в нарушении законов Российской Федерации уничтожался. Я замечу, что вот это самое консенсионное соглашение от россиян, которые вынуждены выплачивать баснословные неустойки вот этой вот компании СЗКК, засекречен. Факт номер 4. Ну, вообще нужно отдать должное эффективным менеджерам из консенсионной компании СЗКК. Они умеют решать финансовые проблемы. Но не секрет, что по новой платной трассе ездить чрезвычайно дорого. Вот сейчас, например, проезд до Солнечногорска стоит 450 рублей. Не каждому россиянину он по карману, ну а щедрым российским пенсионерам, которые из своего кошелька, да, из своей пенсии оплатили постройку этой платной трассе, это просто очень дорогое, недоступное совершенно удовольствие проехать вот по этой самой трассе Москва-Санкт-Петербург новой. Что же придумали менеджеры СЗКК, получающие миллионы рублей, для того, чтобы все-таки поднять себе выручку? Они поступили очень просто. Они просто взяли и в три раза повысили тариф. Вот начиная от, если сравнивать с декабрем 2016 года, к настоящему моменту тариф повышен в три раза. Это увеличило выручку в полтора раза. И вот такими эффективными методами действует компания СЗКК. Ну, как это будет дальше происходить, можно тоже легко понять из финно-отчетности моста Треста, который говорит следующее, что планируется каждый год увеличивать выручку на 6 и 7 процентов. Ну, за счет чего, можете догадаться, конечно, за счет роста тарифов за проезд по платной трассе Москва-Санкт-Петербург. При этом никакой альтернативы людям не предоставляется, потому что проезд по альтернативной бесплатной Ленинградскому шоссе это сплошное мучение из-за вечных пробок. И сейчас идет такая застройка в Москве, что никаких шансов на то, что эта проблема с пробками на Ленинградском шоссе решится, ну, никаких надежд на это просто не остается. И еще я хотела бы заметить, что компания СЗКК требовала от Российской Федерации не расширять в область бесплатное Ленинградское шоссе. Почему? Ну, потому что, по их мнению, по мнению консессионера, бесплатное Ленинградское шоссе является конкурентом к новой платной трассе Москва-Санкт-Петербург. И, следовательно, если оно будет расширено, то люди не будут выплачивать все тарифы, которые они хотят установить для проезда по новой платной трассе Москва-Санкт-Петербург. Эти условия удалось узнать совершенно случайно. Они просто попали из-за засекреченного секретного конституционного соглашения в проспект эмиссии ценных бумаг. И, таким образом, мы их и узнали о требовании конституционера СЗКК. Факт номер пять. Как же так получилось, что консессионная компания СЗКК безбожно повышает тарифы по проезду по трассе Москва-Санкт-Петербург, не перечисляет налогов в российские бюджеты, зато себе начисляет хорошие миллионные зарплаты. Почему же пан Бастрыкин до сих пор не разобрался с взорвавшимися мерзавцами, не пригласил их для разговора в лес? Вот интересно. Здесь напомню вам о том расследования, которое сейчас проводит французская прокуратура против концерна Ванси. Расследование это началось не просто так, его инициировала французская авокадская ассоциация Шерпа, которая профессионально занимается международной коррупцией. Ну, в свою очередь, Шерпа начала заниматься делом Химкинского леса, тоже не просто так, а после того, как совместными усилиями защитников Химкинского леса и Банк-Вотч была опубликована информация, опять же, после детального расследования, что через северо-западную конституционную компанию, то есть через конституционера СЗКК российские деньги по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург переходят в офшоры, в том числе и на офшор Аркадия Ротенберга, друга Путина, большого ценителя правильных концессий. И, честно говоря, ситуация эта довольно серьезно напрягла европейское сообщество и довольно серьезно напрягла французскую прокуратуру. Кстати говоря, пресса писала об этом следующее. Вот, например, The New Times утверждает, цитата, «Проверяют ни много ни мало о подозрении в том, что с большой вероятностью с помощью запутанных схем сам Владимир Путин получил вознаграждение за услуги, оказанные Аркадием Ротенбергом группе Ван Си». Конец цитаты. Президент Путин имел отношение к проекту трассы Москва-Санкт-Петербург с самого начала. 22 сентября 2006 года был подписан протокол о намерениях по строительству трассы между концерном Ван Си и тогдашним министром транспорта Российской Федерации Игорем Левитиным. После того, как защитники Химкинского леса опубликовали офшорную схему и показали, как на самом деле обстоят дела и как деньги Российской Федерации по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург перекачиваются через консессионную кампанию на счета олигархов в офшорные зоны, после этого структура офшоров начала лихорадочно меняться. В какой-то момент там даже всплыл такой человек, как Александр Плехов, который прославился благодаря Панамскому скандалу как правая рука вилончелиста Сергея Ралдугина, который еще называют кошельком Путина. Доли в ООО СЗКК постоянно меняются, но именно они переходят от одних близких к Путину людей к другим и случайных людей в этой схеме нет. Удивительный человек Владимир Владимирович Путин. На мой взгляд, он, наверное, является самым эффективным менеджером в России. Но посмотрите, ведь буквально все он умеет использовать с пользой для себя, начиная от нищих российских пенсионеров и заканчивая крупным французским концерном. И мне кажется, что на сегодняшний день любой западный бизнес, который захочет иметь какие-либо дела в современной путинской России, будет вовлечен в коррупционные схемы, которые в конечном итоге будут выгодны одному человеку, самому эффективному менеджеру России. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok